Движемся далее. В полку FPS-ов по мотивам Второй мировой прибыло. Релиз с виду ничем не примечательной игрушки Call of Duty прошел для многих незамеченным. И совершенно напрасным. И что это за Call of Duty такое? Раздражались критикой игровые издания. Очередной клон медали за отвагу. А вот и не угадали. Call of Duty один из самых зрелищных и захватывающих шутеров, вышедших за последние несколько лет. Да, вот так просто. Один из самых. Все попробовавшие игру пребывают в перманентном шоке, не забывая при этом заваливать разработчиков слезными письмами о продолжении. Сразу сделаю оговорку. Во избежание недомолвок, недоразумений и попыток суицида. Call of Duty это игра на один вечер. Точка. Но что это будет за вечер? Вы успеете побывать на Тирпице, поучаствовать в безумных гонках по горному серпантину, переправиться через Волгу в разрушенный Сталинград и самолично взять Рейхстаг. Игра начинается с американского куска компании. Вы рейнджер, выброшенный с парашютом перед основными силами для установки радиомаяков. Первые две минуты даются довольно тяжко. Перед вами вполне обычный шутер средней руки. В голове начинают зарождаться сомнения. Но где же оно? То самое. О чем говорили так много и так сладко на каждом втором углу. Уж не обманули ли? И тут начинается. Летят десантные самолеты. Во все стороны, вспарывая ночное небо, строчат зенитки. Темнеющий на горизонте городок подвергается массированной бомбардировке, превращаясь в одно сплошное огненное зарево. А сверху спускается на парашютах ваше однополчание. Затем вы очнетесь в 5 часов утра на холодном полу с намертво зажатой в руке мышкой. Встанете, выпьете стакан воды и сядете обратно за компьютер, наплевав на всех и вся. И только после полного и окончательного прохождения вы начнете вспоминать. Вы вспомните, как с удивлением рассматривали солдат, которые грамотно занимали оборону, вжимаясь в стены и осторожно заглядывая в верные проемы. Будете долгой с упоением рассказывать, как вас оглушило взрывом и в первый раз швырнуло на землю. Когда весь мир сразу потерял четкость, движения замедлились, а звуки куда-то уплыли. Как вы, одержимые горячкой сражения, бросались вместе с товарищами на вражеские танки. Как ползли изо всех сил, прижимаясь к земле, и под пулями минировали вражеские укрепления. Бриллиант в короне Call of Duty это, несомненно, русская кампания. Такого еще не было нигде и никогда. Помните эффектный фильм «Враг у ворот»? Особенно сцену переправы через Волгу. Разработчики перенесли большую часть фильма в игру один к одному. Рвутся бомбы, все вокруг представляет из себя сплошные пылающие, сплошные пылающие развалины. Сверху гудят фашистские самолеты. А вокруг вас действительно напуганные молодые парни, которые, испуганно озираясь, всем своим видом выражают, что не понимают, как они попали в этот ад. Плюньте на компас, указывающий, куда бежать, и действительно станьте советским воином. Бегите в безнадежную атаку вместе с очередным отрядом под проливным свинцовым дождем. Бегите на вражеские пулеметы, бегите в тщетной надежде выжить. Это просто неописуемо. Никакая высадка на Маха-Бич в медали за отвагу даже рядом не стояла. Завершающая сцена игры, советские солдаты на крыше Рейхстага машут красным флагом, окидывая довольными взглядами покоренный Берлин. Единственная верная заключающая сцена для такой игры. Call of Duty один из самых эффектных шутеров в истории человечества и одна из лучших игр 2003 года. Великолепно, замечательно, непередаваемо, дикий бешеный ритм и тонны адреналина. А что еще для счастья надо?